Приветствую вас, друзья! Сегодня продолжаем тему натуральных пигментов и будем их растирать. Сегодня я в гостях у опытного иконописца, который это нам всё сейчас любезно покажет. Приветствую! Приступаем! То есть, получается, мы вынули, прямой сюда добавили. Сейчас в конце, знаешь, надо это отдушить. Это окра светлая, да? Угу. А какая разница, влево или вправо? Против часовой стрелки или за? Так, чтобы в центр просто краска собиралась и не расходилась в диаметре пятно. Против часовой стрелки. Так что женщина thats guys. Пока. Вот оно. Против часовой стрелки стен. Пишу. Проходите. Пишу. Боль. И получается готовая красочка, да? Да, друзья, смотрим хронометраж. И у нас это заняло 2 минуты. Следующие петли. Вы раньше в шаурме не работали? Нет. Скажем, малых хит, более, скажем так. Вот так. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... чуть чуть больше 2 минуты 15 секунд а это у нас охротно зима да в общем качественно здесь почти нет скрипа от маленьких откройняйте Продолжение следует... 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 За 20 минут вы можете себе натереть около 20 цветов, ну 15 цветов. Некоторые цвета вообще тереть не надо. Например, кобальты синие, ультрамарины, кадмии желтые, их тереть не надо. Их просто можно взять в баночки и размешать просто жесткой кистью синтетической, например, и все. А все остальные земляные пигменты, умбры, сиены, охры, они растираются 2 минуты и все. И шпателем вы быстро собираете в баночку и все. Потом ставите их в холодильник. Они могут храниться 4-5 дней в рабочем состоянии. Потом нужно с них либо сливать эмульсию, когда пигмент осаживается на баночке, для того, чтобы они дольше хранились и эмульсия не плесневела и не портилась. Либо натирать ровно столько, сколько вы можете расходовать за 1 рабочий день или за 2 рабочих дня. И потом натирать сразу свежие краски, так как свежие краски, они ложатся абсолютно по-другому, чем те краски, которые долго стоят. Там эмульсия образуется такая соплеобразующая, такая тягучая слизь, которая тянется. И пигмент уже неподвижен. Пигмент держится в такой... Скорупе. Нет, даже нет, это не скорупа, это больше такая тягучая такая масса, которая скользит. И нет уже ни того сподвижности, такой нет на поверхности левкаса, ни сцепления. То есть, и поэтому краски всегда должны быть свежие, эмульсия всегда должна быть свежая. Для того, чтобы эмульсия дольше хранилась, туда можно добавлять всякие антисептики, такие как эфирные масла, там лавандовые и другие, там масла эмульсия дольше сохраняются. Ну и все, как бы. В сухом остатке у нас получается, как вы могли заметить, растирка пигмента уже натертого в порошке занимает 2 минуты. Охра там всякие и так далее. Растирка пигмента настоящего в пласте, вот малахит мы только что растирали, заняло более, около 7 минут. Так что, друзья, это не так все сложно. Пожалуйста, приобщайтесь к традиции, занимайтесь подлинной техникой иконописи. Всего доброго, пока, до следующих встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok